Привет! Эстонский филиал издания Associated Press News 17 января опубликовал статью под названием «Новая военная доктрина российского союзника Беларуси впервые предусматривает применение ядерного оружия». Согласно опубликованной информации, министр обороны Беларуси Хренин заявил, что страна в тесной координации с Россией выдвинет новую военную доктрину, которая впервые со времен СССР предусматривает применение ядерного оружия. После таких заявлений появляется стойкое ощущение, что Хренин начал играть роль придворного пукола в Беларуси наподобие Медведева в Ирефии. В прошлом году на самом деле появилась информация о том, что Россия отправила в Беларусь тактическое ядерное оружие. О его состоянии, количестве и готовности к применению данных не было. При этом Россия заявила, что сохраняет за собой контроль над этим оружием, которое предназначено для использования на поле боя, имеет малую дальность действия и сравнительно низкую мощность. То есть, де-факто, союзное государство продолжит использовать территорию Беларуси в своих нуждах, усугубляя и без того плачевное положение страны на международной арене. Не сразу было ясно, как новая доктрина может быть применена к российскому оружию, но министр обороны Виктор Хренин на заседании Совета безопасности Беларуси заявил следующее, цитат. «Мы четко доносим взгляды Беларуси на применение тактического ядерного оружия, размещенного на нашей территории. Появилась новая глава, где мы четко определяем наши союзнические обязательства перед нашими союзниками». Доктрину еще планируется представить на утверждение Всебелорусскому народному собранию, представительному в кавычках органу, который действует в Беларуси параллельно с парламентом и представляет исключительно режимных функционеров и диктаторских лизоблюдов. Секретарь Совбеза Александр Вальфович заявил, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси якобы призвано сдержать агрессию со стороны Польши, члена НАТО. «К сожалению, заявления наших соседей, в частности Польши, вынудили нас усилить военную доктрину», сказал он. Вальфович, правда, забыл упомянуть или с памятью что-то встало, что именно режим Лукашенко ранее устроил кризис мигрантов на границе с Польшей, а потом присоединился к Путину в его желание оккупировать Украину, предоставив территорию Беларуси как плацдарм для ввода российских войск в Украину 24 февраля 2022 года и позволив разместить свои военные базы и вооружения. Секретарь Совета Безопасности с деменцией – это ли не реальная угроза национальной безопасности Беларуси? Кроме того, начальник информационно-аналитического управления Генштаба вооруженных сил Беларуси Артем Буторин, фамилию не запоминайте, по белорусским меркам это человек ничтожества и ничего не решает, но он делает и говорит точно то, что ему приказали сделать и сказать. Так вот, он заявил белорусским медиа, что Беларусь в соответствии с новой военной доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию. Если такое действительно будет закреплено в доктрине, то это выглядит как подготовка правового поля для использования белорусской армии на территории третьих стран, например, в Украине. Имея в запасе такую формулировку, любой взрыв в России Кремль может спокойно предоставить в качестве нападения на свою территорию, а после этого запустить процедуру использования военных возможностей своего единственного союзника, такого же незаконного и кровавого режима Лукашенко. Не упустил возможность помахать ядерной дубинкой и сам диктатор. Лукашенко во время посещения завода Белджи заявил, что Беларусь получила от России ракеты с ядерными боеголовками для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и поставила на место ошалевших соседей. На самом деле ядерное оружие, использование которого контролируется из Москвы, стало револьвером у виска «Лукашенко». Вооруженные силы скоро тоже будут вынуждены подчиняться приказам из России, а ведь народ просто оказался в роль заложников, которых, если соседу нужно будет, спокойно поведут на убой. Потому что все понимают, что первой разменной монетой в случае войны с НАТО для России станет именно Беларусь, которую не жалко как страну, или скорее просто как один из многих регионов большой России. России нужна Беларусь как территориально удобная буферная зона и новый мобилизационный резерв, потому что бурята уже почти закончились. Сначала рекрутинг беларусов в имперскую армию, сейчас это называется региональная группировка войск, а затем города и дома беларусов превращаются в арену боевых действий. История близка к повторению, как никогда. Можете написать собственное мнение по этому вопросу, пишите в комментариях. Не забыл Лукашенко в очередной раз сказать и спасибо России за такой царский подарок. Ну а что ему еще остается? Не будет же он говорить, что это не помощь, а ультиматум. Потому что в худшем случае тактическое ядерное оружие пусть лучше использует Беларусь, так как и претензии тогда мировое сообщество будет предъявлять Минску, а не Москве. Вице-спикер Государственной Думы РФ Петр Толстой призвал покончить с межнациональным либерализмом. Таким образом, Толстой отреагировал на уголовное дело по факту оскорбления участников войны в Украине президентом межрегионального узбекского землячества Ватандош Усманом Баратовым. Кризис СВО провоцирует закручивание гаек в России. Любое несогласие с геноцидной политикой Путина будет жестоко подавляться. В первую очередь будут страдать представители иных национальностей, проживающих в Российской Федерации. Авторитарная власть пытается превратить национальные общины во врагов общества, отвлекая внимание россиян от реальных проблем. В частности, вице-спикер Госдумы Толстой назвал национальные общины мафиозными структурами, оскорбив тем самым миллионы выходцев из стран постсоветского пространства, проживающих в РФ. Высказывания Петра Толстого о ликвидации национальных общин подчеркивают тоталитарный характер действующей власти и ее готовность использовать цензуру для подавления любых мнений, не соответствующих узкому видению властей. Таким образом, Россия стала смертельно опасной страной для более чем 12 миллионов мигрантов. Одна из причин – это неминуемая всеобщая мобилизация, которая коснется и приезжих на заработки граждан Казахстана и стран Средней Азии. Власть намерена использовать любой случай межнациональной розни внутри страны в качестве предлога для усиления цензуры и ограничения гражданских прав населения, что является манипуляцией ситуации в свою пользу. При этом игнорируются Конституции России и национальные традиции субъектов Федерации. В условиях тяжелого военного кризиса из-за провала СВО у властей не остается выбора, кроме как усиливать репрессии против всех нерусских, создавая из них образ врага. Таким образом, власти отвлекают внимание населения от провала в социально-экономической сфере. Кремль хочет вложить в голову россиян, что виной всех проблем России является граждане РФ нерусской национальности. Установив виновных, власть принялась за их немедленное наказание, предложив ликвидировать национальные общины. Более того, репрессии коснулись и коренных россиян. Власти направили войска в Республику Башкортостан с целью подавления протестов против заключения эко-активиста Фаиля Алсынова. А я же напоминаю, что Москва дружит со всеми всегда временно, только пока это выгодно. Подобное будет ждать как белорусов, так и страну в целом. Как только независимость Беларуси перестанет быть выгодной Москве, тут же произойдет полная аннексия белорусских территорий через механизм союзного государства, а после непродолжительного периода радости от объединения древневековых братских народов начнется этап чисток и жестких репрессий. Так было раньше, так происходит сейчас в России и так будет в будущем. Белорусы абсолютно такая же второсортная нация для Кремля, как и узбеки, казахи, башкиры и многие другие. В последние недели мир, не успевая адаптироваться к сегодняшним реалиям, стал свидетелем еще большей эскалации напряженности, поскольку путинская Россия отказалась из какого-либо изящества относительно своего вторжения в Украину. 16 января диктатор открыто заявил, что Россия не откажется от территориальных достижений, полученных во время конфликта, сигнализируя о сдвигах к более агрессивной и экспансионистской позиции. Это вопиющее утверждение вызывает вопрос о долгосрочных целях Кремля и потенциальных последствиях для европейской безопасности и стабильности. Так синхронно настроить против себя весь цивилизованный мир подвластно истинному идиоту, точнее двум идиотам, но вы поняли про кого я. Последнее заявление Путина свидетельствует об отходе от осторожного дипломатического языка, который использовался на ранних стадиях конфликта. Откровенная приверженность российскому президенту относительно сохранения вновь приобретенных территорий свидетельствует о стратегическом смещении в сторону территориального захвата и попытке изменить геополитический ландшафт в Европе. Похоже, что Путин рассматривает силовые изменения границ как способ ослабить Запад и бросить вызов установившемуся порядку, который существует после Второй мировой войны. Место в Совете безопасности ООН распавшаяся или очень ослабленная Россия точно занимать не будет. Либо ее ограничат в правах – это уже вопрос времени. С усилением российской агрессии европейские страны все больше отдают себе отчет в серьезности ситуации и необходимости единого фронта. 12 января подписание соглашения о безопасности между Лондоном и Киевом стало значительным шагом в признании растущей угрозы со стороны России. В феврале во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину ожидается подписание подобного соглашения, которое закрепит совместные усилия по противодействию российской агрессии. А вот Россия и Беларусь подписывать соглашения, как вы поняли, особо не с кем. Беднейшие и несвободные страны в мире – Эритрея и Северная Корея – могут поделиться только своей бедностью и старым советским оружием. Европейские страны не только выражают солидарность с соглашениями, но и делают конкретные шаги по военной поддержке Украины. Обязательство Соединенного Королевства – предоставить конкретные варианты экономической и военной помощи, включая ракеты большой дальности «Скальп». Обещание Германии поставить систему противовоздушной обороны, артиллерию и боеприпасы в 2024 году вместе с объявлением Дании о передаче танков «Леопард» Украине еще больше подчеркивает усиление поддержки, находящейся в боевых действиях страны. Ужесточение европейской поддержки Украины является не просто актом солидарности, но и признанием того, что на карту поставлена безопасность всего континента. Поскольку Путин бросает вызов мировому порядку, растет обеспокоенность возможностью более широкого конфликта с участием НАТО. Отчет немецкого таблоида Bild о потенциальном вторжении России в страны Балтии и последующей войне с НАТО подчеркивает остроту ситуации. Подробнее об этом можете послушать в прошлом выпуске. Эскалация агрессии со стороны России и ее открытая приверженность территориальным завоеваниям вызвали единственный ответ европейских стран. Соглашения о безопасности и военной поддержке таких стран, как Великобритания, Франция, Германия и Дания отражают коллективное понимание того, что надежная защита Украины является решающей для общей стабильности и безопасности Европы. Поскольку континент готовится к потенциальным вызовам в установленном мировом порядке, своевременная и всесторонняя помощь Украине выступает не только как моральный императив, но и как стратегическая инвестиция в мирное будущее Европы. Ближайшие недели и месяцы, вероятно, определяют эффективность этого единого фронта против амбиций Путина. Новости об ударах по российским стратегическим объектам мы уже слышим все чаще. Тенденция обнадеживает. Путин привел страну не только к тяжелейшему экономическому кризису, но и спровоцировал массовый отток из страны ведущих представителей науки, культуры и спорта. После начала войны не менее 2,5 тысяч ученых порвали связи с Россией. И это только по консервативной оценке, пишет новая газета «Европа». В это число входят уехавшие, особенно быстро уезжают молодые, уволившиеся из российских организаций или удалившие записи о трудоустройстве в России. Очень ожидаемо, ведь образованным людям стыдно иметь дело с нескрываемой средневековой тиранией в 21 веке. Такие цифры газета опубликовала на основе данных международной базы Орцит. Наибольший отток научных сотрудников, 23%, пришелся на московские университеты, высшие школы экономики, МГУ, Сколково и Московский физико-технический институт. Главный развиватель искусственного интеллекта и несостоявшийся властелин мира, Путин, потребовал подготовить ученых мирового уровня в сфере ИИ, и все это на фоне того, что бюджет на федеральный проект «Искусственный интеллект» в 2024 году был урезан почти на 20%. В общем-то, все правильно сделал, ведь кто как не Путин знает, что деньги все равно будут разворованы, а за Западом не стоит дожигнаться. Проще потом эти технологии из стиральных машин выковырять. В Институте философии Ирана предложили создать аттестационный комитет по патриотическому и гражданскому сертифицированию руководства и каждого сотрудника таким образом проверять на лояльность к родине. Несогласные с политикой властей, очевидно, будут подвергаться давлению и, возможно, будут преследованы по сфабрикованным уголовным делам. А если вообще всех ученых репрессировать, то это сколько же бюджетных средств можно сэкономить? Новые лады с женам, недолетающие ракеты – военным. Агрессия России влияет и на другие сферы внутри страны, в частности, культуру и спорт. С февраля 2022 года Россию покинули приблизительно 170 деятелей культуры, которые не могли продолжать свою работу под давлением. В спорте ситуация не менее плачевная. За год более 200 российских спортсменов сменили гражданство. В частности, олимпийские спортсмены не могут и не хотят продолжать карьеру в России, которая привела к недопуску российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Действия российского руководства привели к деградации России. Переизбрание Путина на новый срок приведет к еще большему упадку и полному отсутствию перспектив. Ура, товарищи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова